Психолог Луганского учебно-воспитательного комплекса «Новое поколение» Алена Игоревна Иванова-Родиновская в гостях «Утро Донбасса». Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. В России рассматривается предложение включить игрушки, настольные и видеоигры, пропагандирующие нетрадиционные ценности в перечне рисков для психики ребенка. Решение правильное? Что вы скажете по этому поводу, как детский психолог? Я считаю, что это, безусловно, правильное решение, создать такой список небезопасных для психики детей игрушек и видеоигр. Мы сейчас видим огромное количество видеоигр, которые пропагандируют агрессию, насилие. А дети, они же не так, как мы, мысли, они думают, что вот если в игре я в кого-то стреляю, там его убил, он воскрес, то и в жизни так будет происходить. И переносят это в настоящую жизнь, то есть тоже какую-то агрессию проявляют по отношению к сверстникам, взрослым, что заканчивается физическим ущербом, ну, в общем, достаточно негативно. И по поводу игрушек новых, современных, которые достаточно сейчас странные есть, я считаю, что это очень правильное решение, вот, запретить некоторые прям видеоигры и игрушки. А как, в принципе, влияют игрушки на психику ребенка? Ой, очень интересно. Ребенок через игрушки развивается, он познает мир, то есть мы все знаем, да, есть такие мамочки супер, которые развивают детей с самого рождения. Ребенок познает формы, цвета, тактильное ощущение, когда очень маленький. Когда уже чуть-чуть постарше, так он проигрывает какие-то ролевые свои игры, он учится эмоционировать, контактировать с людьми через игры, через игрушки. Он таким способом познает мир через игрушки. Игрушки действительно с каждым годом становятся все страннее, а порой и страшнее. Но дети с восторгом смотрят на них и играют с ними. Почему? Дети очень любят все яркое и необычное. Я не знаю, можно ли говорить или нет, но давайте возьмем пример. Вот сейчас самая популярная, пожалуй, игрушка – это Хаги-Ваги. Есть у него там еще всякие сестры, там Киси-Мисси и прочее. Мы как взрослые… Звучит очень мило. Очень мило, да, очень по-доброму. И выглядит игрушка для ребенка достаточно привлекательная. Она яркая, она мягкая, но на ней такая улыбка оскал. Мы, взрослые, через призму своего опыта понимаем, что эта игрушка агрессивная, она злая. А если мы углубимся в истории этого персонажа, мы поймем, что это монстр, который через обнимашки убивает. Ну, то есть настолько, да, вот так вот интересно. Интересная история игрушки. А дети, они же… у них нет еще такого опыта и мыслей, как у нас, да, таких. Им просто интересно, потому что ярко и необычно. Все. Они еще не накладывают вот сразу какой-то отпечаток доброго или злого на игрушку. А если ребенок просит игрушки в виде монстриков или супергероев, о чем должны подумать родители? Ну, смотря какого возраста ребенок. Давайте возьмем какую-то такую младшую школу, да, от первого до четвертого класса. Это уже более-менее осознанный возраст. И здесь родители должны спросить, а почему тебе эта игрушка нравится? Ну, тоже вернемся к этому любимому Хаги-Ваги. А если тебе нравится он как герой, да, ну, герой, который всех убивает, там, душит и прочее, тогда стоит задуматься, ну, что происходит с твоим ребенком, что у него вообще внутри, что за эмоции. А если ребенок говорит, да, потому что у всех есть, то стоит задуматься о том, что за уровень самооценки у вашего ребенка и что он ориентируется только на мнение окружающих. И сходить из-за этого, как бы, к чему вы готовы? Поддаться всеобщей моде или все-таки поговорить с ребенком, ну, как бы, насколько нужна эта игрушка и для чего ему? Думаю, стоит поговорить. Хотелось бы. Некоторые родители категорически отказывают ребенку в покупке чудо-игрушки. Итог – истерика. А кто-то потакает интересом своего чада и берет из полки магазина странную куклу или зверушку. Кто прав? Все мы видели эти чудные истории, да, когда дети бьются в истерике в магазине на полу. И тут возникает перед родителем, ну, чаще перед мамой, два выбора. Что же сделать? Ребенок валяется на полу. Первый вариант – пойти на поводу у общества, да, ну, как бы, неудобный ребенок кричит, валяется. Надо срочно успокоить и дать ему эту игрушку или то, что он хочет дать. Либо же остаться при своем мнении, все равно держать запрет и не купить. Правильно, с точки зрения психологии, будет не поддаться и не купить. Потому что ребенок однажды, вот, когда произойдет так, что мама родитель поддастся и купит, ребенок понял, с помощью этой манипуляции я буду добиваться всего. Типа будет работать. Да, и не только дома, в школе, в садике, ну, где там с друзьями, у бабушек, дедушек. Поэтому не нужно бояться, что ваш ребенок в этот момент неудобный, кричит, там плачет, бьется в истерике. Стойте на своем. Если вы считаете, и вы приняли решение, что эту игрушку покупать нельзя. Норма кукла для девочек, машинки для мальчиков. Какие рекомендации дадите относительно выбора игрушек, исходя из этой позиции? То есть, стоит ли разделять на игрушки для девочек и игрушки для мальчиков? Я считаю, что не стоит, потому что дети через игрушки познают мир. Вот, смотрите, был такой эксперимент недавно в Америке. Они запретили, ну, вот так вот разделили игрушки для мальчиков, для девочек. И девочки запретили собирать конструкторы. Ну, вот, потому что это считается игрушкой для мальчиков. И провели потом диагностику познавательных процессов у девочки. И у нее не развелось в достаточной мере пространственное мышление. Через игры разные, разных полов, скажем так, мальчики через куклы учатся, заботятся о девочках, о маленьких детях. Девочки через машинки, они учатся, как бы, мужскому миру. А может, она потом вообще автомехаником станет. То есть, не стоит разделять эти два мира. Мы должны, дети должны познавать и учиться через игры разным ролям. Видеоигры – это бич современности. Виртуальный мир наступает по всем направлениям. Как защитить ребенка и стоит ли вообще? Ну, смотрите, мы этого уже не избежим в любом случае. Мы живем не в каменном веке. И сейчас все играют в видеоигры и так или иначе пользуются какими-то гаджетами. Поэтому запрещать, ну, как бы, это совсем не вариант, потому что ребенок станет автоматически белой вороной в своем обществе. Задача родителя – это контролировать, какие игры выбирает ребенок. Объяснять, почему вот эти нельзя. Находить альтернативу и выбирать, какие можно. И, естественно, контролировать время провождения ребенка возле компьютера, либо с телефоном. То есть все заключается исключительно, ну, в контроле только. То есть нужно создавать определенную категорию игр, в которых ребенок может играть. Что вот это ты сейчас, ну, в твоем возрасте, вот это тебе можно играть, пожалуйста. Есть современные игры, да, там, о которых они в классе все время говорят. И если ребенок будет не в теме, ну, вы сами понимаете, что, как бы, он будет вне общества, как бы, будет обидно. Вот в это играй, пожалуйста, вопросов нет. Там 40 минут в день без ущерба для уроков вообще не вопрос. А вот в это, ну, и объяснять, почему. То есть там игра из ДУМ, да, где там кишки по стенам разносятся. Естественно, в это нельзя. Ну, то есть потому что... В какие можно? Для мальчиков или для девочек. А вот тут есть разделение. Ну, вот для мальчиков. А они сейчас все, вот начальная школа очень любит роблокс. Там нужно строить, создавать города. Там нет никакой агрессии, никакого насилия. То есть ему интересно. И девочки играют в тока-бока игра. Там тоже они, дом, и нужно его оформить, создать, интерьер внутренний. Это на телефонах, наверное, игра. Это как, если не ошибаюсь, Майнкрафт, а для девочек Симс. Да, что-то похожее, да. Часто в последнее время приходится слышать мнение, что для самовыражения ребенка ему надо все разрешать. К чему может привести вседозволенность? Какими и в чем должны быть ограничения? Смотрите, давайте представим ситуацию. Вы потерпели кораблекрушение и упали в океан. Если вы не видите берега, вы же почувствуете себя тревожно. Ну, то есть вообще кошмар, куда плыть, что делать. А если вы видите, вам уже более-менее безопасно, вы знаете, куда двигаться. Так у ребенка с запретами. Они быть должны и ограничения. Это создает ему вот эти границы, они создают его чувство безопасности. Он не раз, ребенок, будет их пробивать, пробовать пробить, убрать, расширить. Но они быть должны. Иначе, если вседозволенность, ребенок тоже теряется. Ну, как бы для него это тоже очень плохо. Конечно. Чтобы не терял эти берега, где можно, где нельзя. Ну, нужна золотая середина. Нельзя запрещать все и нельзя все разрешать. То есть во всем золотая середина. А что делать с тем ребенком, которому вот какое-то время так все разрешали, а сейчас родители вот одумались и решили, что нет, все-таки нужно исправлять своего ребенка, свое чадо. Вот что бы вы им посоветовали, этим родителям? Это, конечно, не очень хорошая ситуация. Если они уже выбрали мнение, что вот это мы теперь будем запрещать, им стоит понять, что, ну, то есть придерживаться этого мнения теперь до конца и идти. Нужно понимать, что ребенка будет ломать, будут истерики, будут конфликты, будет непослушание. Но если, ну, берем семью, где мама и папа, они, во-первых, обязательно должны быть заодно. Нельзя, чтобы папа разрешал, а мама нет. Ребенок понимает, что в семье раздрай, и папой можно попользоваться, он все разрешит, а маму как-нибудь потом разберемся. Родители должны настаивать на своем, если они выбрали эту линию поведения, командную игру. Какие есть сейчас игрушки, которые могут ребенка развивать, а не давать ему повод для развлечения и повод для того, чтобы кого-то убивать в этих играх? Вспомним советское детство. Мы делали развивающие игрушки всего, что под рукой. И, по сути, до сих пор это так и осталось. Вы не поверите, но все самое простое, это будет самое интересное развивающее для ребенка. Если иметь в виду какие-то покупные варианты, сейчас в огромном количестве, в огромной доступности есть прям развивающие игры для того, для мыслительных процессов, для мелкой моторики, для эмоционально-волевой сферы. То есть стоит только захотеть. Я не обещаю, что ребенок сразу переключится с видеоигры на развивающие игрушки. Вы поймите, что в видеоиграх они же все яркие, они притягивают, они эмоциональны, они там с какими-то красками, выкриками, экшенами, действиями. То есть там ничего не надо придумывать. У ребенка, когда он играет в видеоигры, нехорошо развивается фантазия. То есть там все придумали за него. А мы ему сейчас скажем, знаешь, мы подумали, давай вот ты будешь кубик собирать теперь каждый вечер, ну вот этот кубик Рубика. Конечно, у ребенка будет шок. В смысле? Это мне надо все самому теперь додумывать там или там в какие-то куклы играть. То есть будет нелегко ребенку это сделать. То есть если вы так решили уже развивать, убирать от видеоигр, то делайте это каким-то экологичным способом. Не сразу убирать видеоигры, например, просто уменьшать их количество. И не только так, ты поиграл в видеоигру, а теперь вот наиграй в кубик. Вместе проведите время за какой-то игрой. То есть ребенку уже гораздо интереснее будет это делать с родителями, чем один на один. И таким образом постепенно там с настольных игр, да, можно начать. Твистер супер. Еще физически разомнетесь, если ничего не сломаете, будет вообще отлично. Вот как раз мне кажется, что лучше все-таки ребенка направлять в спорт, чем направлять в какие-то видеоигры, даже те же хорошие видеоигры. Совершенно верно. Спорт, прогулки, общение, это вообще все гораздо лучше. Ну вот как донести до ребенка, который вот сопротивляется спорту, вот на всех направлениях? Не хочу. Куда бы ты ему ни предложила, он говорит, не хочу, возможно, потому что он там боится компании, какая-то есть у него уже социофобия легкая. Дети берут пример с родителей, и есть, ну есть разные дети, да, есть, которые, да, хочу там и петь, и танцевать, и на карате ходить. Если видите, что ваш ребенок немножко не такой, что он побаивается, как вы говорите, предложите ему пойти вместе. Сот же бассейн. Бассейн, это такой очень экологично, безопасно. Сначала поплаваете с ним, потом, может быть, вместе в спортзал, вместе на пробежку, ну с такого, с легенького чего-то. И он увидит, что он не один, что есть, вы с ним рядом всегда поддержите. Это, опять же, вопрос самооценки, да, почему ребенок боится куда-то ходить. Он эту самооценку, вы ему поднимете, пока будете вместе ходить, проводить время. И затем он станет уже самостоятельно куда-то ходить, он будет уже более уверен в себе. Да, согласен с вами. Спасибо большое вам за беседу, а я напоминаю, что в гостях была Алена Игоревна Иванова-Родиновская. Хорошего вам дня. И вам хорошего. Утро Донбасса в эфире, не переключайтесь.